Ребята, всем привет, добро пожаловать на мой бьюти канал снова, меня зовут Юлия и на этом канале я говорю о косметике и красоте, и перед тем, как мы начнем видео, хотела бы поздравить всех с наступившим Рождеством Католическим, если вы празднуете, то поздравляю вас, это большой праздник здесь в США, и вот буквально, да, с пятницы, по воскресенье это просто такие дни, когда люди отдыхают, ничего не делают, но я сегодня решила записать видео, потому что я захотела все-таки рассказать вам о своих разочарованиях этого года, и в этом видео я расскажу, естественно, о том, какая же косметика разочаровала меня в этом году, мне кажется, наверное, даже у меня будет чуть меньше разочарования, чем косметики, которая мне понравилась, поэтому давайте перейдем уже к видео, это будет интересное видео, я вам обещаю. Первое, с чего я начну, это будет палетка, палетка теней, которая меня разочаровала больше, чем все остальные, и если вы смотрели других блогеров, то, наверное, вы уже знаете, какой палетки я говорю, и это будет палетка от Urban Decay, которая называется Naked Cyber, я не так часто покупаю палетки Urban Decay именно по этой причине, потому что в моей голове формула Urban Decay, именно теней, она не прям вау, она не самая лучшая, но посмотрев на упаковку этой палетки, я так не подумала, меня привлекла очень сильная упаковка этой палетки, потому что она, мне кажется, смотрится невероятно интересно и как-то свежо, и когда я увидела внутренность этой палетки на Trend Moody, по-моему, я поняла, что, ну, в принципе, да, она классно смотрится, здесь должны быть очень красивые дуахромы, но по факту эта палетка является, наверное, одной из моих самых скучных палеток в моей коллекции, потому что, смотря на нее, я не чувствую просто вдохновления, чтобы создать какой-нибудь интересный макияж в космическом стиле, да, я не знаю, что это, может, потому что оттенки в этой палетке, они супер одинаково смотрятся, если посмотреть на вот эти цвета в начале палетки, такое ощущение, что они все одинаковые, то есть нет разнообразия в этой палетке, в этой палетке, ну, вот только один, да, цвет, который я могу поместить в складку века, и все, как бы, где выбор, мне хотелось бы больше выбора, я не могу сказать, что эти шиммеры, они супер здоровские, потому что качество этих шиммеров, оно, естественно, не вау, оно не как у Наташи Динолы, например, да, ее триохромы, палетка для детей как? Наверное, если вы только начинаете знакомиться с косметикой, с разными брендами, эта палетка вам понравится, но лично мне нет, это не, наверное, та цветовая гамма, которая также мне близка, я редко использую какие-то такие странные оттенки в макияже, да, в общем, эта палетка меня не вдохновляет, и я не думаю, что эта палетка должна была стоить 40, по-моему, 8 долларов, эти тени, они больше для новичков и для тех, кто еще пока не искушен формулами других брендов, типа Наташи Диноны и Пэтмограф. Другая палетка, я не знаю, странно это или нет, но это палетка от Huda Beauty, которая называется Gold, палетка была выпущена к годовщине того, что Huda находится на сайте Call Beauty там уже энное количество лет, когда я все-таки получила эту палетку, я сначала подумала, вау, хорошая палетка, здесь очень красивые, интересные шиммеры, здесь много золотых оттенков, которые я люблю, я обожаю золотистые тени, такие коричневато-нюдовые, но чем больше я использовала эту палетку, тем больше я понимала, что мне все-таки недостаточно вот этих трех матовых оттенков для того, чтобы создать простой лук на своих глазах. Я честно не хотела прям говорить много плохого об этой палетке, она хорошая палетка, если вы фанат Huda, если вам нравятся вот такие золотистые оттенки, но лично для меня, когда я знаю, что для того, чтобы палетка полностью заработала и мне понравился лук, который бы я сделала, мне нужно использовать другую палетку, да, это немножко заставляет тебя задуматься о том, насколько тебе нравится эта палетка, вот, если бы здесь был бы еще один хотя бы не такой темный оттенок матовый, мне, наверное, понравилась она бы чуть больше. Далее, я думаю, мы с палетками закончили, теперь я хотела бы перейти к тональным основам. Первый тон, который я купила в этом году, по-моему, я даже не говорила о нем на своем канале, это тон от Morphe, Morphe 2, я извиняюсь, и это вообще тинт, это не тон, это тинт, две разные вещи. Я купила его, потому что я, по-моему, увидела пару бьюти-блогеров, кто говорил, ой, это хороший тинт, он такой легкий, типа сейчас тинты в моде и так далее. Я зашла в Алту, я увидела стенд, я поняла, что меня заинтересовал этот тинт, было легко очень увидеть, какой оттенок подойдет лично мне, я увидела этот оттенок, который называется Hint of Latte, и я поняла, что, окей, я возьму, попробую, почему нет, потому что это не очень дорогой тинт. Первое, что я хочу вам показать и сказать, это насколько он жидкий. Этот тинт жидкий, как латы, можно сказать так, потому что оттенок этого тинта Hint of Latte, то есть намек на латы, типа того. Мало того, что этот тинт, он супер-дюпер жидкий, этот тинт, он слаивается, то есть, если вы, допустим, храните этот тинт где-то в ящике у вас с косметикой, потом вы открываете этот ящик, и вы смотрите, что этот тинт смотрится ужасно мерзко, потому что, ну, как бы состав этого тинта, он работает таким образом, что состав, он расслаивается со временем. Если вы, допустим, не пользуетесь им каждый день, и он у вас просто лежит в ящике, я не могу сказать, что этот тинт очень приятен на коже, потому что он очень жидкий. Я всегда боюсь, когда пользуюсь этим тинтом от Morphe 2, что он нечаянно выльется у меня, допустим, на джинсы, на юбку или на кофту. Самое главное здесь написано sheer to medium coverage, то есть от прозрачного до среднего покрытия, да, я не сказала бы так, потому что у этого тинта покрытие, оно очень и очень легкое, то есть почти ничего даже не скрывает он. Если у меня идеальная кожа, да. Самое главное это то, что этот тинт, он очень сложно фиксируется, то есть если я нанесу этот тинт на кожу и нанесу пудру поверх, чтобы зафиксировать этот тинт, чтобы он никуда не съехал в течение всего дня, скорее всего это не поможет. И потому что он очень такой жирный, масляный, в этом как раз такие проблемы, особенно если у вас комбинированная кожа или жирная, вот. Эта информация, мне кажется, гораздо важнее, чем тот факт, что он просто жидкий, что это как-то непонятно сказала вначале. Я уверена, что я даже захочу его расхламить, когда я буду делать расхламление в этом году. Далее. Следующий продукт, который меня разочаровал в этом году, это хайлайтер от Huda Beauty. Меня он разочаровал прежде всего тем, насколько оттенок у этого хайлайтера неносибельный. Изначально, когда я видела картинку на сайте Huda Beauty, я подумала, ну это такой красивый хайлайтер в форме розочки. Наверняка он будет смотреться красиво на лице, но нет. Но на деле, этот хайлайтер очень странного и неестественного цвета, чего на сайте не было сказано, по-моему. Я не помню, чтобы я видела сводч этого хайлайтера, так же, когда я покупала его. Это доохромный хайлайтер, и он смотрится не очень красиво на мне, как мне показалось. Но даже, когда я наношу совершенно немного этого хайлайтера, чтобы подсветить вот эту зону своих скул, я вижу какое-то, я не знаю, дешевое сияние, причем очень странного цвета. И это мне не нравится. Я понимаю, что это Huda Beauty, и я знаю, что вроде бы многим он понравился, но мне нет. Я без ума от упаковки, да, упаковка очень красивая форма этого хайлайтера, розочка, но сам оттенок нет. Я не помню даже, когда я в последний раз использовала этот хайлайтер, настолько я, настолько часто я им пользуюсь. То есть я, наверное, сделала когда обзор, и после этого я им не пользовалась. Наверное, это тоже о многом говорит. Стоил он, кстати, не так дешево, тоже, по-моему, около 35 долларов. Поэтому, да, жаль потраченных денег. Далее, давайте перейдем к другому продукту от Huda Beauty также. Это ее бронзер из коллекции Glowish. Я понимаю, что этот оттенок, он не подходит мне, то есть это невероятно светлый оттенок лично для меня. Его очень сложно увидеть на лице, его очень сложно увидеть, когда я его свочу. И именно по этой причине я не пользуюсь им. То есть, да, наверное, его даже вам не видно. У меня оттенок, который называется 01 Light, и может поэтому именно это была моя ошибка, что я взяла слишком светлый оттенок, а нужно было взять оттенок просто чуть-чуть потемнее. У меня в коллекции все-таки есть бронзеры с чуть получше формулой, чем у этого бронзера от Huda Beauty. Далее, давайте, раз уж мы начали говорить о бронзерах, поговорим о них еще. У меня есть два бронзера. Первый бронзер от Anastasia Beverly Hills. Это кремовый бронзер, с которым она вышла недавно относительно. Также бронзер от Jaclyn Hill, и это тоже ее, по-моему, была весенняя коллекция, что-то вроде того. Первый бронзер, который меня очень разочаровал, прям очень, это бронзер от Jaclyn Hill. Потому что, опять же, это оттенок, который смотрится очень странно. Оба эти оттенка, на самом деле, оба эти оттенка, они смотрятся как цвет детской неожиданности. Настолько это смотрится странно на лице. Так вот, первый бронзер от Jaclyn Hill, он у меня в оттенке Nakey. Он не такой кремовый, как бронзер от Anastasia Beverly Hills. Я бы сказала, он даже суши в разы. Его реально очень сложно увидеть на лице моем, как можно видеть. Он очень близок к моему цвету кожи, особенно на лице. Не понравился вообще, что результат всегда отвратительный, когда я его использую. И следующий бронзер от Anastasia Beverly Hills. У меня он в оттенке Sun Kissed, и этот бронзер, он хорош. Я бы описала этот бронзер как кремово-масляный бронзер. Но когда вы дотрагиваетесь до него, вы можете почувствовать, насколько он мягкий. Вот это настоящее определение кремовой формулы бронзера. И опять же, этот бронзер, он не того оттенка, который мне нужен был. Вот, то есть, можно видеть, что эти бронзеры, они почти одинаковы по оттенку. Поэтому я не могу им пользоваться так же, потому что это слишком светлый оттенок. Вы скажете, что Юля, это твоя вина, что ты выбрала такие цвета, такие оттенки. Возможно, да, это 100% моя вина. Но все-таки именно формула у этого бронзера, наверное, она не нравится мне больше, чем тот факт, что я взяла не тот оттенок. Но теперь давайте перейдем к румянам. Румяна, которые не понравились мне в этом году. Первый румяна, это румяна от Milk Makeup. Называются они бионические румяна Bionic Blush. У меня она в оттенке Infinity. На самом деле, я была в восхищении попробовать формулу этих румян от Milk Makeup, потому что мне они показались интересными и по составу, и, в принципе, они смотрелись очень даже привлекательно на сайте Sephora. Но, когда я использую их... О, ничего себе, там просто одна вода. Мне нужно взболтать их, наверное. Вау, что происходит? Там нет никакого пигмента. Попытка номер два. Вау, это невероятно водянистая текстура у румян. Честно, я такого никогда не видела. Они, возможно, испортились. Я не знаю, что с ними случилось, но такого точно не было, когда я в первый раз их пробовала. Да, теперь я понимаю, почему я им не пользовалась так часто. Эти румяна от Milk Makeup, они не видны на вашем лице. То есть, не важно, сколько вы нанесете количество этих румян кремовых. Это не важно на самом деле, потому что их будет очень сложно увидеть на лице. То есть, как будто, что у вас есть румяна, что у вас нет, неважно. Они очень плохо достраиваются, они смотрятся очень прозрачно. И поэтому я не поняла эти румяна, хотя стоили они за такую маленькую упаковку, по-моему, около 18 долларов, что-то вроде того. К сожалению, это очень плохой запуск от Milk Makeup. Гораздо лучше их все-таки кремовые румяна, которые видны на лице и которые кладут, по-моему, в каждую бьюти-бокс. Эти румяна стали одними из самых худших румян в этом году для меня. Другие румяна, также в жидкой формуле, это румяна от Наташи Диноны. Я думаю, что если вы смотрели бьюти-влогеров, кто говорил уже о фаворитах разочарованиях, то, наверное, эти румяна были в разочарованиях. В общем, самые светлые оттенки этих румян от Наташи Диноны, вот эти два, они очень плохо проявляются на коже, не важно, сколько вы нанесете, этого не будет видно. Темный оттенок мне нравится больше всех, гораздо больше, чем вот эти два первых светлых оттенка. И еще, самое главное, я согласна с Smokey Glow, она говорила об этих румянах, что эта упаковка очень обманчива. Когда вы смотрите на упаковку, вы думаете, что, наверное, здесь очень много румян, но на самом деле крышка этих румян, она больше, чем упаковка самих румян. Колпачок от большей упаковки, где находятся сами румяна, настолько больше. Это не круто. Я думаю, что эти румяна от Наташи Диноны, они не были самым лучшим запуском ее, и продукт этот не оправдал моих ожиданий. У меня есть что-то интересное для вас, я забыла об этом тоне от Cosas. Я покупала этот тон в Ипсе, то есть у них был как поп-ап, типа можно купить что-то со скидкой большой. Я решила попробовать его. Вообще, это масло-тинт, даже не тон, это масло-тинт, что очень интересно и печально, потому что этот тинт, мне кажется, даже гораздо жиже по своей текстуре, чем тинт от Morphe 2. Этот тинт не делает ничего, кроме того, что делает мое лицо масляным. Я пробовала что? Я пробовала наносить, например, консилер с более плотным покрытием, поверх тинта, наносить пудру, но это всегда смотрится очень, и чувствуется странно, потому что, ну, как бы у тебя просто слой жира на лице, да, и ты пытаешься как-то сделать это матовым, ну, это странно. Я думаю, что если у вас, допустим, сухая кожа, он вам может понравиться. Если у вас кожа комбинированная, как у меня, или жирная, этот тон, он просто напротивопоказан вам. Этот тон очень странный. Вот смотрите, я сейчас выдавлю его на руку. Настолько он жидкий, это просто вообще нереально. Плюс этого тинта в том, что в нем все полезные ингредиенты, типа там чистый состав, все такое, но я, если честно, сколько ни пыталась использовать его, я не могу просто смириться с ощущением того, что у меня на лице масло, и я не могу ничего с этим поделать. Мне кажется, я один из тех бьюти-блогеров, кто не полюбил тинт от Huda Beauty. Этот тинт, мне кажется, реально понравился многим, а мне нет. И у меня этот тинт в оттенке, который называется 03 Light. Честно, даже используя его, например, как праймер, или используя этот тинт в зоне, где я обычно использую, например, бронзер, я не видела красивой картинки своего лица. Тинт, он невероятно блестящий, то есть это не просто, вы знаете, как блестящий праймер, или даже блестящая основа. Это как будто бы хайлайтер, вот я бы описала это так. Он плотный, но очень и очень сияющий и блестящий. Кстати, я забыла, насколько он плотный был почему-то. Вот таким образом он смотрится. И не знаю, мне он не понравился, наверное, именно из-за оттенка. Хотя, думаю, если бы у меня был оттенок посветлее, все равно это слишком-слишком сияющий тинт. Я бы даже сравнила этот тинт от Huda с тинтом от Kosa. Что-то в них есть, схожие, оба очень невероятно сияющие. В общем, да, это тот тинт, который я не использую, он у меня просто лежит, потому что мне жалко выкинуть его, потому что это Huda Beauty. Другой продукт, который мне не понравился в этом году, это хайлайтер от Анастасии Беверли Хиллз, который называется Iced Out Highlighter. Многие были восхищены увидеть, что же это будет за хайлайтер, как он будет выглядеть, какой будет оттенок. И потому что у Анастасии Беверли Хиллз есть наиболее популярный оттенок хайлайтер, который сейчас не в наличии нигде. Назывался он Amrazy, и люди думали, что это будет то же самое, но нет. Этот хайлайтер, он чисто золотистый хайлайтер, хоть он и выглядит белым. Однако, когда вы начинаете его свочить, вы сразу же видите этот желтый, золотисто-желтый потон этого хайлайтера. И изначально я подумала, ну, наверное, это интересно, это необычно, я буду использовать его. И я не смогла это сделать, потому что я все-таки не тот человек, кто обожает золотистые хайлайтеры. Я люблю их иногда, допустим, сегодня я изначально использовала другой хайлайтер золотистого другого бренда, мы о нем поговорим сейчас, но это не тот комфортный оттенок золотистого хайлайтера, который вы захотите нанести на лицо. Он смотрится, тем не менее, слишком too much. Может быть, куда-то в клуб пойти, в ресторан, да, но для повседневной носки нет, это не то. Я бы сказала, что в этом хайлайтере слишком много вот самого золотого пигмента и очень мало сияния золотого. Если я сравню этот хайлайтер от Анастасии Беверли-Хиллз с хайлайтером от Бекки, который у нас в оттенке Шампайн Поп, оттенок Шампайн Поп от Бекки, он все-таки гораздо более носибельный, он гораздо смотрится мягче. Какой бы вы оттенок выбрали, ребят? Вот этот, который у нас Анастасия Беверли-Хиллз, или вот этот, Бека и Шампайн Поп. Я думаю, что Бека смотрится, ну, в миллион раз лучше, больше сияния, больше блеска. Хайлайтер от АБХ может не смотрится золотистым, прям очень сильно золотистым на камеру, однако в жизни это прям чисто вот, я не знаю, чистый пигмент золота, я бы сказала так. Далее, давайте поговорим о палетке. Палетка Нарс. Я только недавно, мне кажется, на нее обзор делала, и я уже начала понимать, что мне не нравится в этой палетке. Дизайн, ох, дизайн, он просто шикарен. Это очень красивая палетка, очень необычное оформление, ленточки, все дела, празднично. Но что касается формулы самих румян в этой палетке, они заставили меня сказать так, наверное, у меня все-таки не было ни одних румян от Нарс, и я рада, потому что это не cruelty-free бренд, они тестируют на животных косметику, но я не знала это до того, как я начала покупать их косметику. Я узнала об этом только, вот, не знаю, месяц назад, полторы недели назад. Румяна, качество их, оно не очень, потому что эти румяна, они не совсем пигментированы, что для кого-то может быть и плюс. Но я все-таки люблю, когда мои румяна, они чуть более пигментированы. Я пыталась набрать, допустим, этот цвет, я набираю, набираю, и я вижу, я понимаю, что мне нужно еще три раза кисточкой провести по этим румянам, чтобы я увидела цвет, который я хочу видеть на лице. Именно я хотела, естественно, увидеть такой наливной и сиреневый цвет на своих щечках, но я этого не увидела. Вот, я начала смешивать вот эти румяна с этими, с этим оттенком, и, в принципе, стало чуть более интенсивно, но в итоге я использовала палетку от Hourglass, их новую, и только взмахнув кисточкой по этим румянам, один раз я сразу получила ту интенсивность румян, которую я хотела, к которой я шла. Если бы эти оттенки были чуть более пигментированными, этой палетке не было бы цены. И сегодня, кстати, я использовала вот этот хайлайтер золотистый, мне он понравился, опять же, чуть больше, чем тот же самый хайлайтер от Анастасии Бавроли Хиллз. В нем больше все-таки именно блесток самих отдельных, чем сияние, как, например, у Бекки с их хайлайтером Champagne Pop. Да, эта палетка хороша, но она больше, как, знаете, арт-объект для моей коллекции. Следующий хайлайтер от бренда Merit. Я покупала этот бренд в первый раз. Чистый бренд это так же. Я думала, что это хайлайтер в стике, но на деле это бальзам. Мне кажется, в драгсторе, в бюджетной косметике я могу увидеть и купить что-то похожее, но не за такие деньги. Скорее всего, продукт бюджетной косметики даст мне больше сияния, чем этот бальзамный стик. Ощущение такое, что если я пробегу, пойду на пробежку, то у меня будет гораздо лучше блеск на моем лице, чем с использованием этого стика от бренда Merit. Следующим продуктом в категории худший макияж этого года является тушь от Rem Beauty или REM Beauty бренда Ariana Grande. Эта тушь серьезно одна из самых худших в моей коллекции, потому что она настолько, настолько плотная, настолько жирная по текстуре, если так можно выразиться. Каждый раз я использую эту тушь, у меня непременно появляются следы от этой туши на моих веках. Не могу сказать, что она даже удлиняет как-то ресницы. У этой туши просто ужасная формула, я не знаю, что сейчас сказать. Она ужасная. Эта тушь, которую я избегаю, потому что она, ну, просто ничего не делает. Или она также, знаете, что любит делать? Она любит разделять мои реснички так, что они выглядят как паучьи лапки. Поэтому не покупайте ее, ребят, ни под каким предлогом. Это не очень хорошая тушь, не очень хорошая формула. И последнее. Я долго думала, поместит ли эту палетку от Patrick это в худшие релизы этого года или нет? Сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки это 50 на 50. Когда я делала обзор на эту палетку, я точно знала, что мне понравился только один оттенок. Это вот этот вот последний. Ой, мне понравился только вот этот оттенок коричневый, да, последний. Но чем больше я использую эту палетку, тем больше я понимаю, что она слишком яркая для меня. Может быть, на лето эта палетка идеально хороша, но на зимнее время года, наверное, единственный оттенок, который я буду использовать, это вот эти два оттенка, да. Слишком ярко, и, наверное, поэтому мой обзор не набрал там столько много просмотров. Из-за славянской аудитории, да, эта палетка вряд ли кому понравилась, потому что, ну, куда такие оттенки яркие. И эти румяна действительно очень пигментированные, поэтому с ними нужно быть аккуратней. Но единственный оттенок из этой палетки, который мне понравился, это, естественно, вот этот вот. Розовый оттенок, мне кажется, будет очень хороший для блондинок, но он слишком-слишком яркий. Это слишком ярко для моего вкуса, для вашего, наверное, тоже. И возникает тогда вопрос, да, почему эта палетка стала настолько вирусной, почему эту палетку многие хотели купить. Может, потому что это не очень дорогая цена для качества Патрика Та. Здесь типа 3-6 разных румян, я извиняюсь. Эта палетка у меня под вопросом еще нравится она мне или нет, но, наверное, все-таки из-за того, что я могу использовать только один оттенок из этой палетки, я не могу сказать, что она мне нравится на все 100%. В общем, да, ребят, такое у нас сегодня было видео про мои нефавориты или разочарование косметики этого года 2021. Надеюсь, вам это видео понравилось. Надеюсь, что вы хорошо провели время. Я хочу верить также, что в этом видео я не разговаривала слишком монотонно или скучно. Надеюсь, что, в общем, это было неплохое видео от меня. И да, я определенно еще увижусь с вами до Нового года. Я хочу как минимум сделать типа расхламление коллекции, потому что я давно не наводила порядок в своей коллекции, поэтому определенно в один из этих дней мы увидимся с вами, и я покажу вам мою коллекцию косметики, и также у нас будет расхламление. Я долго откладывала момент этот, потому что я такая, блин, я не хочу, там нет настроения, но надо делать все-таки, потому что это и вам приятно смотреть. Ну и я тоже сама обожаю смотреть расхламление, поэтому скоро видосик будет, не теряйте меня. В общем, да, ребят, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и новогоднего настроения. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока!